Мои хорошие, те мои мальчики, девочки, иди ко мне, иди ко мне. Салтанат Сеитова – ветеринар с многолетним опытом. За годы работы она спасла множество жизней братьев наших меньших. В своем доме под Бишкеком она открыла реабилитационный центр для животных. Здесь вот работаю я и моя дочь. Дочь у меня пожизненный волонтер. Вы, как видите, сейчас я вам покажу, здесь я делаю работу, так скажем, и как директор, и как снабженец, и как мясник, и как кормяч, и как уборщик. И таскаю, и переношу, и грузчик, и все дела делаю. В центр питомцы поступают от граждан, которые отказались от них, или конфискованные животные органами экотехноинспекции. Люди со всего мира уже о нас знают, и в США, и в Германии, и в Чехословакии, то есть в Европе, везде, в России люди знают. Россияне помогают, наши кыргызстанцы, даже вот с Арабских Эмиратов один раз присылали, но, кстати, это наши соотечественники. То есть мы живем на пожертвовании. Давай поздороваемся. Ух! Видите, они вот так здороваются со всей силы. Давай, давай. Мне надо так ударять даже. В реабилитационном центре у каждого зверя своя непростая история. По словам Сеитовой, многие животные попали к ней из-за сильных травм. Даже после реабилитации многие из них не смогут вернуться в дикую природу, где шансы на выживание сводятся практически к нулю. Ты меня поймать хочешь, да? Ты очень хорошая, хорошая. Семья Салтанат Сеитовой относится с пониманием к ее деятельности. И даже поддерживает ее в этом непростом, но благородном деле. У меня дети сами любят животных. У меня дочка хочет тоже ветеринарным врачом. У меня дети такие, что сами не поедят. Если я даже кушать не приготовлю, например, бывает, да, что кушать не приготовлю или это... Они никогда не обижаются. Они знают, что в первую очередь я должна накормить животных. Я должна закупить им. Когда у них холодильник полный, вот эти все я вам покажу, да, холодильник, я спокойна. На содержание реабилитационного центра со стороны государства поддержки не оказывается. С покупкой корма для животных помогают спонсоры и простые граждане. Но и здесь нет постоянной помощи, жалуется ветеринар. Чаще всего специалист имеет дело с хищниками. На их пропитание требуется в основном мясо. А на этот продукт, как известно, цены растут с каждым днем. В день один волк съедает от 3 до 4 килограммов мяса. Рысь съедает от 1,5 килограммов мяса. Когда килограмм, когда 1,5 килограмма мяса съедает. Лев съедает до 10 килограммов мяса зимой, летом до 8 килограммов. Снежный бар съедает где-то до 3 килограммов мяса. Тоже в зависимости, если зимой там 4, 3, 4, вот так вот бывает. Бывает летом 2 съедает. Почему? Если там сильно жарко. В этом реабилитационном центре 43 особи. Это и звери, и птицы. Как рассказывает наша героиня, многие не знают, как это сложно содержать приют для животных. И здесь, как и в любой сфере, есть обратная сторона медали. Когда говорят, ой, это такая хорошая, так это приятно, я говорю, хотите попробовать? То есть человек со стороны не понимает, насколько это кропотливый и сложный труд. А с другой стороны, когда я вижу результат, любовь их, это совершенно другое, что я из них вырастила. Сейчас Салтанат Сиитова мечтает улучшить условия реабилитационного центра, где можно будет содержать животных, нуждающихся в особом уходе, а также построить центр реинтродукции. Смотрительница приюта призналась, что в этом деле ей помогает безграничная любовь к этим беззащитным созданиям, и никакие обстоятельства не заставят ее бросить своих питомцев. Но одной только любовью прокормить всех животных сложно, и центру необходима помощь. Любой желающий может сделать благое дело. В ход пойдет все. Корм, необходимые препараты. Можно помочь и финансово, перечислив деньги на специальный счет.